Управление жилым многоквартирным домом должно осуществляться грамотно, эффективно и качественно, а для этого необходимо правильно подобрать форму управления. Жилищный кодекс предусматривает три способа – самими собственниками, товариществом собственников жилья, жилищным или иным кооперативом и управляющей организацией. Её определяет общее собрание собственников жилья. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждено постановлением правительства Российской Федерации номер 290. Согласно указанному перечню, управляющая компания обязана проводить работу, необходимую для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов, в том числе ненесущих конструкций, к которым относятся перегородки, внутренние отделки и полы. Кроме того, управляющая компания обязана проводить работу, необходимую для надлежащего содержания оборудования в системе инженерно-технического обеспечения. Указанный перечень выполняемых управляющей организацией работ может быть дополнен по решению общего собрания собственников помещений на квартирного дома с одновременным увеличением платы за предоставляемые услуги. Несоблюдение прав и обязанностей может привести к административной ответственности. Если управляющая компания допустит надлежащее состояние общего имущества дома, то организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ и ст. 14.1.3 Кодекса РФ – это осуществление предпринимательской деятельности по управлению квартирными домами без лицензии. Также недостаточное обеспечение коммунальных услуг влечет за собой административную ответственность со стороны управляющих компаний по ст. 7.23 Кодекса об административных правонарушениях.